Третий год проходит фестиваль, поэтому одной из основных особенностей станет то, что мы будем делать сквозные темы, просто дело в том, что есть некие темы, которые интересны всем. То есть, например, кухня. Кухня в античности люди кушали, в 20 веке люди кушали, соответственно, мы будем проводить кухня-фест. В этом году мы проведем его в тестовом полузакрытом формате, не для гостей, но среди участников, где будет возможность попробовать и античные лепешки, древнерусскую медовуху, даже совпайки времен Афганской войны. Если все хорошо пройдет, специальный жюри будет оценивать блюдо, кто что приготовит, то мы в следующем году внедрим это уже как некую активность для зрителей, потому что популярность, на самом деле, кулинарии очень высокая. И на одном из фестивалей у нас съели практически все в течение пяти минут, поэтому это надо грамотно готовить. Следующий момент – это виноделие. Крым, Севастополь, винодельческие регионы. Хотим в этом году попробовать сделать изготовление вина, начиная от самых простейших технологий, которые были в античности. Это прекрасные девушки, которые ногами отделяют сок от жмыха, давят в большой бочке. Потом, естественно, технологии усложняются. Ручной пресс – это для Древней Руси. И вплоть до специального ослика и человека, который пресс с рычагом на 15 век. Но здесь, кстати, и поздние эпохи тоже подтягиваются. Они уже привезут из-за кромов родины, времен советских, еще там Массандру. Надеемся, что закупорим пару бутылочек на военно-историческом фестивале и потом дегустируем позднее осенью бажале местного разлива. Думаю, что будет кислятельно. Так что вот эти вот сквозные активности, мне кажется, это очень такая перспективная история. Будем в этом году тестово пробовать для групп. Мы хотим… Третий год, в принципе, год такой сложный для многих таких проектов фестивальных. Потому что начинается трансформация из такого вот новинок фестиваля, потому что фестиваль новый, люди к нему уже привыкают. Нужно его трансформировать в туристическое событие. Мы каким образом хотим это делать? Делать необычные мероприятия. Ну, например, хотим попробовать ночную войну сделать в этом году. И на нее тестово пригласить туроператоров, группы, которым это могло бы быть интересно, чтобы в перспективе этот продукт уже как туристический выводить на рынок и приглашать гостей фестиваля. Так что этот год, это будет год экспериментов. Ну, а все старые, в общем-то, добрые традиции, они все останутся. Это много эпох, от античности до 20 века. В этом году будет очень большая площадка по афганской войне. Крымские конструкторы загорелись, написали нам огромную концепцию на 30 страниц. Мы не смогли им отказать, и они в этом году будут реализовывать площадку в полном объеме. Будут очень необычные площадки. Мы решили не зацикливаться на только истории Крыма или только истории России. Поэтому если у нас в прошлом году появилась площадка гражданской войны в Америке, то в этом году будет какая-то испанская война. Там, правда, только 4 человека, но, мне кажется, это такая очень интересная вещь, когда нет привязки к какой-то прям конкретным событиям. Конечно, там центровые мы будем, это там, да, оборона Севастополя, Боспорская война в античность, Крымская война. Все эти события, эпохи будут присутствовать. Но вот маленькие такие необычные площадочки, это тоже интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова